друзья всем привет александр синим на связи и я отвечаю на очередной вопрос студента значит приложение заметки которые мы делаем в курсе ios разработчик уровень 2 у него возникает ошибка на одном из уроков значит при тестировании нашей модели из core data вот такая штука появляется появляется неизвестный идентификатор folder хотя везде вроде как он описан да то есть файли xdata model d он у нас описан вот этот наш фолдер мы даже более того мы даже создали под него класс значит и сделали для него для этого класса более того значит да вот этот класс у нас сделали для него расширения но это все нам с генерал автоматически x-код но тем не менее он не работает значит почему это происходит первое значит что нужно проверить это принадлежат ли у нас файлы наши нашему проекту то есть вот здесь должна стоять галочка где target membership location ноутс значит и давайте проверим ну и собственно сразу понятно да что вот эти файлы они у нас не принадлежат нашему проекту поэтому естественно xcode их не видит поэтому их выделяем ставим вот здесь галочку давайте компилируем проект и у нас появляются ошибки да ну вот первые ошибки я смотрю да значит здесь у нас почему-то неверно указан неверно указана переменная здесь тоже самое дальше вообще синтаксисом какая-то беда да то есть вот это что такое здесь нужно просто это все дело вычистить значит дальше ноут это у нас естественно это вот эта переменная ноутно им равно нейм так здесь значит у нас все корректно и почему-то возвращаем фолдер откуда вообще здесь фолдер взялась в общем в общем тяп-ляп это все было написано надо признать да то есть ладно еще дэйт и нсд перепутать можно было но вот предыдущая ошибка она понятно что было просто копипастой сделано и проверки никакой не было проведено значит ну и что давайте все теперь у нас все компилируется собственно папка создается внимательнее с такими вещами более кстати того я хочу сказать что теперь не обязательно создавать до создавать файлы модели а можно просто писать экстеншены для них то есть это xcode для нас делает автоматически такое видео делал но в любом случае для общего развития это полезно возможно в будущем этот курс перепишу и расскажу упрощенную версию того как работать скоро дэйта но в любом случае надо понимать что такие механизмы есть и в образовательных целях это даже полезно